Всем привет, добро пожаловать на мой бьюти канал снова, меня зовут Юля И в сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать новые коллекции от Huda Beauty, которая называется Rose Quartz Collection Это очень здорово, что в Sephora уже появилась эта коллекция в продаже Что я купила в Sephora? Я купила палетку, естественно, это хайлайт коллекция Эта палетка реально взбудоражила любителей косметики, все были поражены красотой этой палетки И я тоже, наверное, поэтому я ее купила И также я купила блеск, который называется Silk Balm И это не новый блеск, но это именно новый оттенок в ее коллекции блесков Я много очень слышала хороших отзывов о формуле этого блеска, вернее, бальзаму для губ Говорят, что он не липкий, но при этом очень увлажняет губы И первое, о чем я хочу поговорить, это будет, конечно же, палетка Я еще даже не открывала ее, для меня это будет как сюрприз И палетка сама пришла в очень милой, красивой, картонной упаковке, такого белого цвета Упаковка ее прошлых больших палеток была не картонная, а пластиковая, такая же, как и у этого блеска для губ И палетка стоила это 67 долларов или 73 доллара вместе с налогами Вот таким образом эта палетка выглядит на камеру Невероятно красивая упаковка, шик И здесь мы видим написано Rose Quartz Huda Beauty Название Rose Quartz выгравировано, то есть его можно почувствовать, когда вы прикасаетесь к самой палетке И палетка сделана, это естественно, в Италии И ее вес составляет 17 грамм 17.35 грамм Давайте же уже откроем эту малышку Честно, эта палетка в разы красивее вживую, чем на картинках в интернете Палетка она холодная, что все мы любим Мне кажется, у нас у всех в коллекциях косметики большое количество теплых палеток И вот эта холодная палетка Это просто мечта любого бьюти-голика, не так ли? И в этой палетке 8 матовых оттенков 3 глянцевых металлика 3 металлика перламутровых И 3 мульчи шиммера мраморных И естественно, по традиции, вот этот один оттенок единственный в середине Он желейный, можно сказать, да? Давайте пробуем прямо сейчас Интересный по своей текстуре оттенок Вот так смотрится этот нашумевший оттенок от Худы Бьюти Лавстоун Оттенок может быть хорошей базой под тени Но не как топпер все-таки, потому что он с легкостью может растворить тени Мне так кажется И помимо этого в коллекцию Худы вошла еще Пил оф маска, которую, когда ты удаляешь с кожи лица Отдираются все волосы вместе с этим На сайте ее, кстати, можно купить сет Который стоит 125 долларов И в него входит палетка Блеск для губ И также набор, состоящий из трех кистей И также пока что, к сожалению, только на ее сайте можно купить Этот странно выглядящий хайлайтер Face Gloss Highlighting Dew Кстати, кисти можно тоже купить отдельно 35 долларов они стоят И в принципе, это все, с чем Худы вышло Ну а теперь давайте перейдем к тому, чего вы ждете больше всего И я тоже А именно макияжу с палеткой от Hot Beauty Rose Quartz Первый оттенок, с которого я хочу начать Это оттенок под названием Cherish Светлый розовый оттенок, который едва-едва, скорее всего, будет виден на веках Я использую пушистую кисть от Raffer под номером 16 И наношу это просто на все века Идеальный оттенок для того, чтобы начать делать макияж с этой палеткой Это, как знаете, оттенок терабаза Дальше я хочу взять оттенок под названием Happiness Это более интенсивный оттенок розового Нанесу этот оттенок в складку века Вот таким образом Мне уже нравится, как ведут себя матовые в этой палетке Очень легко работать с ними И они очень легко растушевываются так же Дальше я, наверное, хочу взять вот этот оттенок под названием Serenity Кстати, эта палетка одна из немногих палеток, которые запало в душу Мне, когда я увидела новость о том, что Худы с ней выходит Многим очень показалось, кстати, что эта палетка Микс между палетками ретроградной меркурии, палеток Noti Мы сегодня, кстати, сравним все эти палетки вместе Посмотрим, есть ли у них что-то общее или нет Берем предыдущий оттенок и пушистую кисть от It Cosmetics И я вывожу это наверх Таким образом Не слишком ярко, а вот та самая идеальная яркость Или, я бы сказала, интенсивность оттенка Очень нравится, что из этой палетки можно сделать Как очень естественный дневной макияж Так и невероятно красивый вечерний макияж Первое, что бросается в глаза, это насколько пастельными оттенки выглядят Когда нанесла я их на веко Понятно дело, в палетке они такими выглядят Но, мне кажется, как это работает Чем светлее ваш цветотип, тем более пастельными оттенки будут смотреться на вас Формула пока что нравится мне лучше, чем формула Наташи Диноны А, наверное, шиммер, с которого я хочу начать Это будет вот этот вот под названием Cosmic Love Оу, оу, вот это пигмент Наверное, все-таки я хочу начать с этого шиммера Если уж на то пошло Чистый дуахром И посмотрите на этот дуахром под названием Cosmic Love Просто нереальный какой-то пигмент Вот за это все любят палетки большие от Худо Бьюти Потому что они сделаны в Италии И качество таких палеток в разы лучше, чем палеток за 25 долларов Которые сделаны в Китае К сожалению, это правда Так, я нанесу это на середину века Будто бы этот оттенок смотрится таким макроватым Когда я наношу его на веко Дальше, наверное, я хочу попробовать вот этот вот оттенок Под названием Cosmic Love Мне кажется, ну-ка Он будет, скорее всего, таким синеватым Правильно же? Нет, это не то, что, наверное, хочу использовать Это будет too much Дальше давайте пробуем оттенок под названием Moon Magic Это невероятно красивый тоже дуахром То есть в нем есть этот синий перелив Вау, оттенок Moon Magic и оттенок Blissful Они невероятно похожи, как брат и сестра В оттенке Moon Magic есть гораздо больше этого синего перелива Тогда как в Blissful он очень минимальный Но все равно он тоже виден Я даже не думала, что у нас сегодня будет такой космический какой-то образ С этой палеткой А сапашки у нас есть Поэтому определенно, если вы делаете макияж с этой палеткой Сначала делаете макияж, а потом уже макияж лица Дальше я хочу взять вот этот оттенок под названием Serianity Для нижней части ресниц И также оттенок Happiness И вот так смотрится наш первый образ Используя розовые оттенки из этой палетки Я не совсем удовлетворена тем, что я вижу Потому что я все-таки хотела больше интенсивности у матовых оттенков Но, к сожалению, не получилось этого Потому как все розовые матовые оттенки в этой палетке Они достаточно светлые, они пастельные Поэтому, наверное, мне не получилось то, что я задумывала сначала Но я не печалюсь, потому что я еще выйду с видео Где я буду делать большее количество макияжей с этой палеткой И я хочу сделать, естественно, макияж Используя вот эти холодные нюдовые оттенки И первый оттенок, который я хочу использовать Это оттенок под названием Gratitude Я хочу нанести его на все веко, опять же Вау, мне уже нравится, как смотрится растушевка этих нюдовых коричневых оттенков Мне кажется, я полюблю больше именно эту часть на каждый день Я хочу взять вот этот более интенсивный оттенок И называется он Aura Я использую ту же самую кисть Вау, ничего себе, он пигментированный Здорово Несу это в складку века и начну постепенно растушевывать Влево-вправо, влево-вправо, тушуем, тушуем Ребят, просто посмотрите, насколько красиво смотрится оттенок Aura в растушевке Растушевка у этой палетки, я бы сказала, наравне с Наташей Диноной Даже, возможно, чуть получше Здесь есть очень интересный оттенок, который называется Precious Я такого оттенка ни разу не встречала в палетках Давайте посмотрим на него вообще, во что он растушуется Это будет очень интересно посмотреть Возьму кисть под номером 15 и возьму этот оттеночек Вот таким образом он смотрится Окей, мне кажется, достаточно уже с матовыми оттенками Давайте уже посмотрим на самые интересные шиммеры в этой палетке Которые будут сочетаться с нашим таким дымчатым макияжем А выброс здесь велик У нас есть невероятно красивый оттенок, который называется Abundance Мне почему-то напомнил этот ряд рефилов Палетку от Наташи Диноны Как называется она? Холодная самая хорошая палетка Glam Palette Вот этот оттенок, вот этот, вот этот оттенок Прямо чисто Наташа Динона Glam Palette Вот таким образом выглядит оттенок Который называется Abundance И он, мне кажется, просто идеально подойдет к нашему макияжу сегодня Вот этот оттенок, ну как это называется Energize О, какой он масляный И вот так смотрится оттенок Energize И оттенок под названием Quartz Он, конечно, красиво смотрится, но не так красиво, как два предыдущих оттенка Я хочу начать с оттенка под названием Energize Во внутренний уголок глаза Супер красиво смотрится Я уже, наверное, влюбляюсь в эту палетку постепенно Мне нравится этот холодный вайб Такие холодные оттенки Холодные шиммеры, холодные матовые Идеально на осень, на зиму, да Дальше давайте пробуем оттенок под названием Abundance На веки эти два оттенка Abundance и Energize Они очень похоже выглядят, особенно когда вы наносите один оттенок поверх другого Тем не менее, они оба выглядят классно и здорово И сияющие очень Дальше я хочу взять тот же самый оттенок под названием Aura И чуть больше затемнить свою складку века Всем чуть-чуть, потому что из-за шиммера это перестало выглядеть настолько интенсивно Насколько это выглядело в начале видео Естественно, все это чуть-чуть опадает Но для таких красивых оттенков это прощаемо Дальше я хочу использовать какой-нибудь темный оттеночек Для того, чтобы нанести его на нижние реснички Извиняюсь, и, наверное, я буду использовать вот этот оттенок Скорее всего, Aura Это пока что один из моих самых любимых оттенков интенсивных в этой палетке Я использую оттенок Gratitude И чуть-чуть растушевываю И также я хочу нанести оттенок Abundance во внутренний уголок глаза Таким образом, совсем чуть-чуть Сейчас я подкрашиваю реснички Нарисую небольшую стрелку и вернусь к вам уже через секунду Вот так смотрится наш почти конечный образ Честно, даже не думаю, мне нравится макияж именно этого глаза Этот глаз мне не очень нравится Потому что я не нашла какого-то подходящего интенсивного оттенка Чтобы нанести его в складку века Поэтому этот макияж выигрывает сегодня 100% Я не наносила сегодня накладные ресницы Это тушь от Essence, которая называется Lush Princess И называется она Volume То есть у меня есть также тушь False Lashes Но именно Volume она лучше Потому что она дает этот объем, как ни странно Очень прикольная тушь и стоит она просто копейки Итак, далее давайте попробуем бальзам для губ Который называется Silk Balm Да, называется он Silk Balm Я казалась права И он в оттенке Blush Он специально был создан для этой коллекции Rose Quartz Сам бальзам стоит, если не ошибаюсь, 21 доллара Не 27 долларов, как я сказала вам в начале Первое, что мне нравится сходу Это как красиво выглядит упаковка этого бальзама Наверное, это пока что одна из самых люксовых упаковок бальзама Которые у меня когда-либо были В этом бальзаме для губ, что очень интересно Как мне показалось, есть порошок розового кварца И жемчуг из розового золота Я не сказала бы, что у этого бальзама какой-то прям сильный аромат Он еле заметный Давайте его попробуем Посмотрим, насколько он сияющий и увлажняющий Ощущается очень даже приятно, кстати Какой же вкус у этого бальзама Я где-то это уже пробовала Настолько это чувствуется знакомым Но я не могу сказать, что послевкусие у этого бальзама Оно прям самое лучшее Мне не очень нравится послевкусие именно Оно ощущается каким-то искусственным, химическим Я бы сказала так Но чувствуется и смотрится он классно Я хочу начать послесловие об этой палетке С того, что она мне очень понравилась Это действительно одна из тех палеток от Худы Которую я знаю, я буду использовать почти каждый день Она настолько универсальна Просто идеальна на каждый день Мне очень понравились шиммеры розовые Все шиммеры розовые здесь, они шикарные Другой вопрос У матовых оттенков Они здесь чересчур, как мне показалось, пастельные В них есть пигмент, да Можно видеть, что у меня на глазах виден этот розовый пигмент Но мне его было недостаточно Я не знаю Может потому, что я не использовала вот, допустим, этот оттенок Для того, чтобы сделать складку века более интенсивной Поэтому я считаю, что розовые оттенки Они могут быть слишком бледными И в особенности, если у вас кожа как у белоснежки Как у меня То на вас эти оттенки могут едва-едва быть заметными Далее, вторая часть этой палетки Холодные, коричневые оттенки Нюдовые оттенки Как угодно Мне, наверное, понравилась эта сторона больше всего Эти матовые, они как будто бы даже Лучше по качеству, чем у Диноны Я не знаю Мне бывает иногда сложно сделать классную и дымчатую растушевку Но с этими тенями это было очень легко и быстро Как можно видеть Они очень легкие в использовании И поэтому эта палетка просто будет идеальна для тех, кто только пока Не только начинает доиграться с макияжем Но и для тех, кто ценит свое время Поэтому, если вы, допустим, торопитесь на работу Делайте быстро макияж с утра Эта палетка то, что вы хотите использовать Ну и последний оттенок в середине Который самый провокационный Собственно, благодаря этому оттенку Который называется Love Stone В коллекции у Худы есть этот странно выглядящий хайлайтер Я не так часто использую в прошлой палетке этот оттенок Потому что это экстра шаг в макияже Очень часто, когда ты делаешь макияж И просто хочется нанести тени, растушевать Нанести шиммеры и убежать там по делам Вот, поэтому Это, мне кажется, оттенок больше для маркетинговых целей Здесь Будет интересно, что вы думаете об этом оттенке И вообще, использовали ли вы его хоть раз в своем макияже или нет Будет очень интересно это узнать Теперь давайте посмотрим и сравним эту палетку с ее предыдущими палетками В левой руке у меня палетка Rose Quartz И в правой руке палетка Ретроградный Меркурий В них есть какая-то схожесть Но, тем не менее, они разные Палетка Rose Quartz, она все-таки более холодная Палетка Ретроградный Меркурий Это палетка более цветастая, более летняя И теперь давайте сравним эту палетку Палетку, которая называется Nottie Я на нее делала обзор и этот обзор очень хорошо зашел в прошлом году Прям до сих пор помню, насколько я была рада получить столько много просмотров Видно, что палетка Nottie очень гранжевая В этой палетке есть своя красота И эту палетку для меня использовал мой визажист Когда я делала макияж на день рождения свой в этом году И я точно помню, что я была в восторге от макияжа, который она сделала этой палеткой Почему-то мне кажется, что вот именно эта палетка Nottie Она будет более идеальна на осень, на зиму Мне будет очень интересно узнать, ребят, что вы думаете по поводу этих всех трех палеток Вообще, краткий ответ таков, что эта палетка является продолжением всех предыдущих двух палеток То есть эта палетка, это микс между палеткой Nottie и палеткой ретроградной Меркурии Именно в этой палетке есть оттенки, которые вам, скорее всего, нравились в этих двух палетках от Huda На этом я буду заканчивать свое видео Ребят, спасибо большое за просмотр Очень надеюсь, что вы поставите лайк под этим видео И подпишитесь на канал, чтобы видеть больше такого бьюти-контента И, конечно же, обзоров на новинки косметики Я буду с вами на этом прощаться Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения Всегда оставайтесь красивыми Ваша Юля, не прощаюсь Всем пока!